Никогда не задумывался об этом? Интересный вопрос, да? Слушай, никогда об этом не задумывался? Ну, у тебя и откровенный вопрос. Спасибо, горячий Бэйхон. Давай, легко. Пробите, вот тебе и разница. А прикинь, я бы стрелял Бэйхой и... Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? Спасибо, горячий, еще за сотку. Это совковый менталитет. Я бы изменил. На более человеческий. Быстро же надо отвечать, да? Не думать. Чемпион... Че, кого? О, да, о, да. Хорошо, хорошо. Чемпион воров, что ли? Спасибо за отрицательную старую кучу отку. Ладно, сейчас, подожди. Короче, спасибо за сотку еще. Что ты очень хотел сделать, но так и не сделал. Что тебя останавливает? Ой, знаешь, я в свое время в молодое хотел очень выучить английский язык и всякое разное стечение обстоятельств, включая лень, конечно. Мне это мешало сделать. Поэтому это, наверное, оно. Вот, что прям на ум сразу приходит, потому что это то, чего я всегда хотел сделать, но так и не сделал. Зачем тебе ИС-4, господи? Это ужас какой-то. Так, теперь 260-й в ангаре, потемь на 279. Давай, удачи. Спасибо, грачок, что за сотку. Все, покурим. Молодец. Если бы тебе предложили навсегда переехать в другую страну, куда бы ты переехал и почему? Блин, если бы мне предложили... Короче, по поводу этого я очень много думал, игрочок. Типа, переехать в какую-нибудь другую страну. Единственная подходящая страна по менталитету это, наверное, Беларусь. И все. Это единственная страна, куда я могу на постоянку переехать. Вряд ли я из России куда-то уеду. Ну, конечно, и не будем. 20 лет вперед, мало ли что изменится. Законы там, еще что-то. Много что может произойти, что может выгнать из страны. Или вообще никуда не переезжать. А ну, можно, конечно, переехать там, жить, и не на постоянку куда-нибудь. Интересно посмотреть мир. А так, вряд ли. Горочок, спасибо за сотку. Какое у тебя самое счастливое воспоминание о детстве? Ой, блин, это так давно было. Я даже, я очень мало помню из детства. Самое счастливое с детства. Держал! Держал, косарь! Опа, сосалите. Это аппаратура, блин. Вот это был фуловый, стал нет. Короче, есть у меня одно воспоминание, могу поделиться им. Я, когда был маленький, ну, там мне до 6 лет было, я жил в деревянном таком доме с печкой. Ну, оно вот самое такое запоминающееся. Блин, ну, наверное... Я помню, как вы, кстати, валялись на этой печке. Я очень мало, что помню вообще. Я с очень... Опа. Эх, жаль. Ну, ладно. Я уже тут ничего не успевал давать. Спасибо, Павлик, за сотку. Да. Так вот, что за воспоминание-то? Короче... Но оно очень старое и я его очень плохо помню. Это я помню, когда... Короче, я увидел первый снег, по-моему, да. Это был... Как я увидел первый снег. Может быть, это был не мой самый первый снег, может быть, это был второй, но я был уже более-менее в сознании в том возрасте. Я даже не помню, сколько мне лет было. То есть я выглянул... Мне... Меня мама разбудила, короче, и показала в окно первый снег. Типа, когда он там лежит чуть-чуть совсем еще на тракте. В крови, грубо говоря. Последняя яга настреляла ноль, потому что она поехала не туда. Горочок, спасибо за сотку. Зачем людям пальцы на ногах? Чтобы балансировать. Чтобы лучше балансировать на ногах. Ну, держать равновесие, да, можно так можно сказать. Но это баланс тела, типа, при гравитации. А я... Еще, кстати, как вариант, если... Я не знаю, я не очень верю в теорию Дарвина, что мы произошли от обезьян, но... Как... Как остаток от эволюции. Но... Чтобы лучше балансировать в танках, да? Сергей Большой. Так, Санчес что писал? Макс, привет. Ты не прав насчет Дарвина. Теория эволюции. Не об этом вообще. Про обезьян. Не мы от них произошли. И они... Мы от общего предка. Ни хрена не понял, но очень интересно. Держится как может. Эффект снежного кома. Пошел. Как больше и больше. Спасибо, драчок, еще за сотку. Ленивый бездарь. Вот так я могу себя характеризовать в двух словах, потому что я знаю, что я могу в принципе. Но мне не хватает мотивации, наверное. Ну, Вильф не затащил, не затащил. Вот так вот. Твинка создал и не затащил. На что ты будешь делать? Кстати, сколько у него там? Три отметки-то есть? Одна только, да? Одна отметка. 4 300, но это больше, чем у меня, по-моему. А нет, это меньше, чем у меня. Меньше. Ну, кстати, Вильф. Кто там еще? Вильф, Инвок. Вот такие малоизвестные кормовчане. Ну, самые-таки, знаете, самые малоизвестные. Там все известные, да? Но из них, если взять самых малоизвестных, это вот Вильф, Инвок и Стил. Вот эти вот ребята, такие самые молодые, наверное, в форме 2. Они вот самые скилловые 15 на 15. Не успевал я никак ему кинуть. Спасибо, игрочок, еще разок. Опиши свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал. Блин, там Е4 еще приезжал. Так, самое большое достижение Маквин и Маквин по себе до 30. Что достижение? Ну, наверное, наверное, это это победа на ВЦГ. Наверное, самое мое первое такое хорошее достижение, которое я ну, оно много что дало мне. Не только победу, не только чемпионства мира в этой игре. Победа на Волсабер геймс. Общее какое-то развитие началось у меня еще. как у человека за этой победы. Я надеюсь, что еще все впереди, кричок. Спасибо за 50. Спокуха, не гори, удачный итог побед, ты краса. Спасибо большое. Блин, я тупой, короче. Вот я могу седьмой лавел только на седьмой менять, да? Купить или обменять? Поступен к обмену. Машина. Семерки, я только семерки вижу. Жене, ты рассказал, а про провал? Горячок, спасибо за садку. Блин, про провал я не могу вспомнить, какой у меня был самый эпичный провал. Я не могу вспомнить, грачок, не могу. У меня были разные ошибки. Блин, вот эта аппаратура мне нравится. Спасибо, Горячок, за садку. Любимые фильмы. Короче, я такой в этом плане. я не фанатею от фильмов. Я вот посмотрел какие-нибудь там самые популярные. И все. Вообще не любитель, так сказать. В детстве у меня был любимый там фильм Большие няньки, что ли, как он упрался. Недавно тут пересматривал пятый элемент. Как-то утром проснулся такой и включил в контакт что-то. Я редко когда утром просыпаюсь, включаю контакт, а тут что-то решил включить. Ристаю ленту новостей и натыкаюсь на пост с фильмом Пятый элемент. И просто пролежал еще в кровати два часа и посмотрел его. так, что там еще книги, блюда. Блюда постоянно разные, любимые блюда они постоянно разные. Есть одно там допустим картофельное пюре с какой-нибудь курочкой жареной в духовке. А так блюда постоянно меняются. Какие-то надоедают, какие-то нравятся заново. Так, любимые книги. Хороший вопрос, любимые книги. Блин, как же она называется? Я уже забыл, как она называется. Даже обалдеть. Давайте любимые книги мы пропустим. Любимые книги мы пропустим. букварь, да? Блин, как это? Как я мог забыть? Не могу, я не могу вспомнить, блин. У меня память как у рыбки. Три поросянка. лицензионное соглашение варгейминг. Это самый топовый комментарий. ПТХ вот это офигенно заняла позицию. Моя ПТХ союзная. Я не могу оттуда выходить. чем любишь заниматься в свободное время. Спасибо, Горячок, еще за сотку. Блин, у меня вот в последнее время прям свободного времени вообще нет. Я тут готовлюсь к одному мероприятию и свободного времени нет. Действительно, чем я занимаюсь? я тратил свободное время на компьютерные игры. Сейчас я занимаюсь какими-то всякими разными делами, но это в основном какие, фугас неплохо. А вот у Феди нет скорости и броня такая. Она может танковать только седьмые уровни и у Феди броня и все. Спасибо, Горячок, еще за сотку. О чем ты мечтаешь? Так, короче, найти одну большую цель. Вот о чем я сейчас мечтаю в ближайшее время, потому что я как бы не могу себя найти, так сказать. Знаешь, когда я был в киберспорте, мне это все очень нравилось, я всегда стремился добиваться в этом виде спорта какого-то максимума, а сейчас когда его нет, я не скажу, что стриминг мне не нравится, я вот сижу тут страдаю, мне очень нравится все это, и общение мне нравится с вами, и играть мне очень нравится, но я чувствую, что я чего-то еще хочу. Спасибо, грачок, еще за сотку. что может удивить людей в твоем будничном распорядке? Ну, то, что я встаю где-то в обед, наверное, может это удивить. То, что я завтракаю в обед, вот это тоже может некоторых удивить. многих то, что я как бы видите, я же вроде играю по вечерам в основном, ну, чуть ли не ночью, да? И при этом у меня все равно мало времени на семью, мало времени, понимаете? Я не знаю, как так получается, я какие-то себе дела постоянно нахожу, просто пролетела справа прямо над башней у него. Офигеть. Крюбанный камень какой-то дебильный. Если бы Голливуд решил снимать фильмы о твоей жизни, кого бы ты выбрал не главную роль. Если бы я еще знал врачок артистов по именам, то, наверное, я бы ответил на этот вопрос. К сожалению, я артистов по именам не знаю. Горячок, к сожалению, поскольку фильмы я практически не смотрю, да и к тому же на имена я с памяти у меня все очень плохо на имена, я не запоминаю вообще никаких актеров на имена. Если ты мне скажешь, вот этого зовут, так-то я скажу, да, этого я знаю, этого я видел, это имя я слышал, но кто из них, кто, я черт его знает. Я даже не помню, вот актер главной роли который. После Battlefield, ну там все его части, первая, вторая, Bad Company, потом третья, третий Battlefield, четвертый, и вот на четвертом я остановился, потому что уже играл параллельно в танке. Спасибо, грачок. какой интересный вопрос. Никогда не задумывался об этом. Интересный вопрос, да? Слушай, никогда я об этом не задумывался и даже не представляю, потому что я думаю, что я бы поменяюсь за это время, когда доживу до старости. Сейчас их разорвет тут, конечно. Александр Морозов, спасибо за тридцовку. Старость будет, борода, шлем, наушники и камуфляж и паёк в виде тушанки. пессимистично. Пессимистично. Не знаю, горячок, не знаю, даже не представляю. Я думаю, что это будет где-то в Екатеринбурге. Вероятнее всего. или в его округе. Короче, это как бы такое. какой школьный учитель оказал на тебя наибольшее влияние? Я, по-моему, говорил уже. Спасибо, горячок, за сотку еще. Я, по-моему, говорил, что я нифига не помню из детства. Я даже я могу только учителя по биологии вспомнить, потому что он был у нас классным руководителем. И и все. Это все, что я помню. А еще этот учитель мне оказывал первую медицинскую помощь после вомерка на уроке. Это все, что я помню в прошкольные годы. Очень херовая карта для этой потехи. Прям крайне говенная. Тут неудобно выходить и давать шок. Кайти, ну, горячок, спасибо за сотку. Кем ты восхищаешься и чего боишься больше всего? сюрприз, муфака. Спасибо, грачок, еще за сотку. Кем я восхищаюсь, кого боюсь. да, есть много людей, кем я восхищаюсь. Но по именам я, как ты помнишь, я не помню, как их звать. Эй, черт. О, пошло. Так, чего я боюсь? Я боюсь больше всего не, это я, пожалуй, рассказывать не буду, чего я боюсь. Белый волк, спасибо за спонсорство, спасибо большущая. Это слишком личное, к сожалению, горячок, не буду рассказывать, чего я боюсь. Кем я восхищаюсь? Ну, давай начнем с Ройзмана. Кем я восхищаюсь? Ройзманом нашим восхищаюсь, который был недавно у нас. Он там мэром, не мэром. Школьные друзья. Но сейчас вот из школьных друзей, одноклассников многие такие много чего добились. Можешь вспомнить самый неловкий момент. Горячок, слишком самый неловкий момент. Последний момент самый неловкий, который со мной случился, это в Тюмени, когда был турнир, и там победили кормовчане, и я не смог сказать речь в микрофон. И мне было стыдно. Я там что-то сказал, и сам не понял, что, и там мы все просидели, промолчали. Я себя чувствовал дебилом полно. как ты представляешь себе идеальный день? Ну, у тебя откровенный вопрос. Пипец, там вообще в миллиметре пролетело, просто долго летит снаряд, из-за этого я по нему не попал. Блин, бред. как ты представляешь себе реальный день? Когда я игрок Dota 2 и собираюсь на интернешнл. Наверное, это как-то так. хорошими игроками попадать в бой. Опять миллиметрим. Дрон по себе нет, А, я вопрос на вопрос тебе не ответил, да? Все нормально, абсолютно. я не рачек, а грачек. Вот именно что. Спасибо, грачек. тебе огромное за стрим и за честные ответы. Пойду спать. Рубит уже, но у меня осталось два вопроса. Грачек, спасибо тебе большущий. Спасибо тебе еще за сотку. Спасибо за общение, за поддержку. кто по твоему мнению топ-3 в танк и можно ли залить видос с твоими ответами на канал. Спасибо, грачек. спасибо, спасибо, если ты на свой канал заливаешь, ссылку укажи на мой канал, тогда можно. Спасибо, игрочек. Кто топ-3, по моему мнению, для меня топ-1 всегда страйка, топ-3 я не знаю. Очень много хороших игроков и кого-то выделить конкретного, типа вот он лучший. Вряд ли я смогу. игрочек, спасибо тебе за 500 большая. игрока, игра, не знаю, но то, что больше игроков и чем игроков и игрок. Спасибо за старое интервью. Пойду спать. Реально рубляю. С Блицом еще заскочу. Спасибо большое. Спасибо, врачок. Врачок, спасибо огромное за косарь. Чего такое? Макс, ну и последний вопрос перед моим сном. Как прошел сегодняшний день? Ты спокойной ночи. Спасибо, врачок, за косарь игровая. Как прошел день? Ну, как прошел? Ну, нормально. Нормально прошел. Неплохо. Хорошо. Ну, ладно, очень важная встреча, которая прошла отлично. Все хорошо? Хорошо, прошел, хорошо, заканчивается. Блин, ну, великолепная машина, конечно. Ну все, спокойной ночи, игрочок. Спасибо тебе большое. За вопросы, за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok